Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы с моим котом Василием хотим с вами поделиться рецептом маринованных кабачков с кетчупом чили. Кабачки по этому рецепту получаются очень вкусные. Какие нам нужны ингредиенты? Кабачки, хрен, листья хрена, зонтики укропа. Я здесь сюда немножко положила. Это по желанию. Я вот на три баночки только ложу зонтики укропа, чеснок, лист лавровый, конечно же, кетчуп чили. Кетчуп лучше, конечно, торчем я закрывала брать, но в этот раз у меня нету, я буду закрывать щедро. Кетчуп чили. Ну и перец душистый, перец черный. Так, ну и все, собственно говоря. Соль, сахар, уксус. Кабачки мы помыли и нарезаем вот таким образом. Значит, широкую часть мы нарезаем вот так вот кружочками. Так, а вот эту вот, которая часть поуже, мы будем нарезать брусочками. Вот так. И кабачки нам для этого рецепта нужны молоденькие. Кабачки не чистятся. Так, ну и вот так вот мы заполняем баночки. А брусочками мы будем вот так вот заполнять. Так, ну все, в дальнейшем сниму дальше, покажу. Так, девочки, ну вот у меня попадаются кабачки, попались вот с такими вот семенами. Вот все равно плотные. Я их отложу, я не буду такие закрывать. Вот немножко отложила. Все. Надо вот такие, чтобы были молоденькие. Все баночки я наполнила кабачками. И у меня вот, девочки, получилось полкилограмма отходов. Вот, я выбрала все равно, попался у меня такой вот кабачок с не очень хорошими семечками, перезрелыми. Сверху вроде бы нормальный, а так ненормальный. Так, значит, 2,5 килограмма кабачков. Все мы это поместили в баночки. Банки у меня стерильные, но можно обычные, просто помытые банки. Ну, у меня были стерильные, я в стерильные банки. Значит, все эти специи положили на дно, чеснок, ну, укроп, все, как я говорила, зонтики. Кто хочет, кладет, кто хочет, не кладет. Зонтики у меня половина. И делаем такой вот маринад. На 1,250 кг кабачков, но я все буду умножать на 2, у меня получается 2,5 килограмма. Вода 750 миллилитров, сахар 125 грамм, кетчуп чили 100 грамм, соль 35 грамм, уксус 9% 100 грамм, душистый перец 12 горошин, лавровый лист, ну, укроп по желанию, все, так, веточки. И вот, все это мы сейчас делаем маринад и будем заливать. И будем потом стерилизовать эти баночки. Продолжим. Готовлю маринад. Я отмерила 1,5 литра воды. Сюда я добавляю 250 грамм сахара. Отмерила 70 грамм соли. И кетчуп чили 200 грамм. У меня 250 грамм, но я 50 грамм вот отсюда отобрала. Все сразу. Все это все доводим до кипения. Оно закипит, минутки две покипит. Потом, в последнюю очередь, мы добавляем уксус и также даем покипеть еще две минутки. Ну, там, минутку две. Уксус, в последнюю очередь. Маринад наш закипел. И теперь я добавляю 200 миллилитров уксуса. Еще даю ему покипеть, ну, минутку. Так, девочки. И все-таки я вот этот остаток кетчупа добавила. Все нужно пробовать по вкусу. Вот, мне показалось, он менее, ну, не такой красненький и не такой уж и остренький. Я решила добавить еще. Всегда надо маринады пробовать на свой вкус. И соль, и сахар. Все, как вы любите, а не так, как прям в рецепте написано. Вот, по рецепту написано 200 миллилитров этого, 200 грамм кетчупа. Но, если у меня кетчуп, но щедро, это не торчин. Обычно я с торчином делала. Тонь, надо немножко вот больше, мне опасалась. Ну, тоже вкусный все маринад получился. Я по своему вкусу. Поэтому у меня здесь 250 грамм кетчупа чили. Все, вкусный маринад. Пробую, ничего не надо добавлять. Вот он, мой помощник. Да, Васенька, кабачки у нас будут вкусные? Да, вкусные. Вот, ты мне гостей намываешь, да? Да, скажи, мама. Все, процесс идет. Так, девочки, и еще хочу поделиться с вами новостью. Наш Василий, он звезда прессы. Вот, в газете «Украинский пенсионер» Василия, она печатали. Так, так как он очень фотогеничный. Мы выслали фотографию его. Он понравился. В рубрике «Наши любимцы» вот он, наш Василий. Так что, популярная личность. У него и тикток есть, и он вот звезда теперь и ютюба, и прессы. Да, Васенька. Васенька, ты публичная личность, да? Да, скажи. Я в прошлой жизни был, наверное, депутатом, публичной личностью был. Ну, за какие-то дела его пожаловали, разжаловали в коты. Да, Вася, не будем говорить, какие дела, но такое дело было. Да? Да. Девочки, рассола у меня не осталось совсем, ни капельки, но это первый раз. Вот, я так уже начала переживать, думаю, ну не хватит рассола. Ну, все-таки хватило залить и до верха. Ой, ну вот, на два с половиной килограмма кабачков надо маринада на полтора литра делать. Вот у меня, и получается из этого количества, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь баночек полу-литровых. Ну, вот это вот, кстати, тут сколько? Не совсем полу-литрового, тут, наверное, грамм 400. Ну, вот, ну, короче, вот, вот такой вот расклад. Так, ну, по цвету они красивые, я говорю, все по вкусу, по цвету делаю, чтобы было вкусненько. Все, и ставлю я эти вот баночки полу-литровые стерилизовать. Стерилизовать я буду 10 минут. Конечно, сюда мы подкладываем полотенечко, заливаем теплую воду, ну, все знают. И 10 минут стерилизуем с момента закипания. Солдат спит, служба идет. О, че, боже мой, проснулись. Так, ну, вот, девочки, в итоге вот такие кабачки с кетчупом чили у меня получились. Вот такие вот 10 минут они у меня простерилизовались. Я их проверила, чтобы они не пропускали, ну, перевернула. Вот, но укутывать мы не укутываем. Вот этого простерилизовали, и все достаточно. Все, потому что, если укутать, они могут быть мягкие потом. Вот такая вот красота, они плотненькие, получаются хрустящие. Все, заготавливайте и приготовьте, вернее, приготовьте, сказала, приготовьте кабачки, кому понравился этот рецепт. Зимой будем пробовать с кетчупом щедро. Продолжение следует...